Слушай, ну все, пора уже химчистку сдавать, пиджак, а лучше вообще его отдать кому-нибудь, ему уже три года уже, ну я тебя умоляю. У меня папа 30 лет, один пиджак носит, нормально все. Ну слушай, ну папы наши, они же люди из другого времени, но сейчас все-таки... А ты хочешь, чтобы мне, как у тебя в гардеробной было, не протолкнуться от количества платьев? Ну почему же, не обязательно так, но все-таки... У мужчины должен быть один пиджак, один автомобиль и одна жена. Насчет жены я согласна. Остальное, особенно насчет пиджаков, ну бывают разные в жизни ситуации, ну что ты, ну надо же... Ты в Леонору превращаешься. В каком смысле? В таком. Она затритировала Эдуарда. Ой, у тебя ботинки грязные и старые стоптаны, ой, у тебя на джинсах две дырки в самых неприличных местах. Ну между нами говоря, у него действительно ботинки, пора бы уже поменять, и она это знает, уважает его право. Ну любит он эти ботинки, ну комфортные ему эти ботинки. Ну оставьте его в покое с этими его ботинками. Ой, Эдуард, вот то, что у тебя на голове, прической может назвать только твоя мама, но комфортно ему с этой прической. Эдуард абсолютно резонно считает, что в парикмахерске придуманы исключительно для женщин и для хипстеров, которые просто хотят выглядеть как женщины и пахнуть как женщины. Здравствуйте, отец Василий. Здравствуйте, здравствуйте. Вот никто не поднимет руку, чтобы сказать отцу Василию, что у него там что-то не так. Так у него же идеальная прическа. Отец Василий. Отец Василий с иголочки всегда. Зимой и летом один цветом. Да, я за право мужчины выглядеть и надевать то, что ему комфортно. И выглядеть так, как ему хочется. Отец Василий, представьте себя на месте Элеоноры. Я понимаю, как это сложно, но все-таки на месте Элеоноры я бы, наверное, тоже сгорала от стыда, если бы у моего мужа были нечищенные ботинки, рваные джинсы. Это значит только то, что Элеонора не любит своего мужа таким, какой он есть. Тут такое дело, ребят. Вот я полностью на стороне вот этого самого Эдуарда, поскольку я убежден, убежден мужчине, достаточно утром подойти к зеркалу, шваркнуть раза два вот так вот по голове, чтобы полицейский не остановил на улице за унижение человеческого образа. Все, и можно дальше двигаться. Но речь тут не только обо мне, поскольку, ну и был бы я холостяк, и был бы. А ведь я еще и женат. Потому что у меня есть кто-то, кто каждое утро меня видит. Тут мне кажется немаловажным вот что. Важно не только выглядеть для кого-то красиво, скажем, на работе, скажем, в общественных местах. Чрезвычайно важно выглядеть дома красиво. Это касается и мужа, и супруги, между прочим. У нас так сложилось, что мы полностью целиком отдаем себя работе. Мы создаем некий такой образ. Мы действительно, ну, нам это нужно, нам это помогает. И мы совершенно забываем, что на самом деле мы возвращаемся домой, и нас видит живой человек. Причем этот человек самый родной для нас человек. Желательно, чтобы супруга всегда встречала своего мужа с улыбкой. И красивая, красивая, опрятная. И главное, что изнутри. И муж, конечно, это очень важно. Если бы я была на месте Леоноры, простите, отец Василий, я бы с улыбкой смотреть на Эдуарда не могла. Только со слезами. А вот Эдуард любит свою жену, и он смотрит на нее всегда с восхищением. И считает, что красивой должна быть женщина. Эдуарду хватило бы просто даже не в дивана, а какой-нибудь лавке с каким-нибудь там рюкзаком. Вот так под голову поспал чуток, проснулся и дальше пошел. Но коль скоро Эдуард уже оженился, значит, он взял на себя такую вот обязанность. Выглядит он должен хорошо. То есть ему недостаточно просто подойти к зеркалу. Ему нужно следить за своим гардеробом. И супруга, кстати, хороший помощник в этом. Супруга всегда скажет «А». Или «А». И что же тогда получается, дорогой отец Василий? Получается, что брак – это искусство казаться, а не быть. Почему? Причешешься, и все хорошо. Не причесался, не достоин. Думаю, что внешность выражает то, что внутри. На самом деле брак способствует нашему росту. И не зря говорят о здоровом теле, здоровый дух. И очень правильно говорят, как ты вот выглядишь, такой ты внутри. И, знаешь, мы проявляем какое-то уважение и к коллегам, и к прохожим. Но прежде всего уважение к своей любимой женщине, к своему любимому мужу. Когда мы красиво выглядим не только на работе, на улице, но и дома. За красоту. По одежде все-таки не только встречают, выходят. Пойдем купим новый пиджок. Очень приятно, что мы сегодня так вот это все разобрали. Вам спасибо, дорогие Миллионори и Эдуарду. Низкий поклон от нас. Желание доброго утра, друзья. А это семейная кухня на Спасе. Хорошего дня. Будьте красивы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова